Я очень рад поздравить вас с этой замечательной датой. Что можно пожелать журналу? Конечно же, увеличение читательской аудитории, осуществление новых творческих планов и идей и новых ярких и талантливых авторов. Свои поздравления принимает журнал «Огни Кузбасса». В этом году ему исполняется 75 лет. Он выходит 6 раз в год, тираж 1600 экземпляров. Около 30 рубрик, среди которых поэзия, драматургия, проза, лики земляков, литературоведение. За 75 лет вышли свыше 400 номеров, а это тысячи публикаций и сотни авторов. Журнал «Юбилейный», выходит он с 1949 года, с того момента, когда в нем вышел роман Александра Волошина «Земля Кузнецкая», который получил сталинскую премию. Это было огромное достижение для кузбасской литературы, и был создан журнал «Сталинский Кузбасс» в то время, и потом он уже в 1954 году был переименован в журнал «Огни Кузбасса». В Ленинске-Кузнецком прошла презентация журнала писателей России «Огни Кузбасса». На 75-летие любимого издания собрались писатели и поэты Ленинска-Кузнецкого. Многие из них в разное время имели честь стать авторами этого издания. В этом юбилейном первом номере была представлена подборка Алексея Бельмасова, которому в этом году исполнилось бы 65 лет. Подборка юбилейная. «Огни Кузбасса» для меня, конечно, это очень важно в моей жизни. Это большая честь для меня всегда. И вот этот номер 75 лет – это очень почтенный возраст тоже журнала. Первая публикация «Огня Кузбасса» у меня была в 2011 году. Для меня это была такая честь, потому что я до этого, меня уже публиковали в России и в Москве, но почему-то всегда, когда публикуется имя «Огни Кузбасса», это всегда почему-то мне поднимает какую-то планку выше. Поэтому моя судьба навеки связана с журналом. Публикации в этом журнале для меня очень дороги. Я читала всегда этот журнал с огромным удовольствием. И вот впервые было опубликовано в этом журнале мое стихотворение «Корка хлеба», посвященное моей бабушке, пережившей войну отечественную. Я желаю журналу процветания с юбилеем, дорогой наш журнал. За 75 лет «Огни Кузбасса» ни в коей мере не погасли, а продолжают сиять и зажигать огоньки новых авторов на литературном небосводе. Журнал востребован, его жизнь только начинается. Елена Беляева, Василий Обухов, Риоленинск.